Звоните срочно подругам, оповестите округу и расскажите супругу, распродажа идёт. Не нужно ждать больше чуда, тут скидки больше друг друга. Курьеры мчатся по кругу, это нам не забыть никогда. Распродажа 11.11 на Озон. Успейте. Ну что, дорогие фаны и фанатки? В этом видео я себя разоблачу. Кирилл мне угрожал, Кирилл требовал с меня денег. Неуважительное отношение в сторону к подросткам. Я в этого человека очень сильно верил, питал надежды, что это вырастет крупный блогер. Подгони своё BMW, перепиши на меня. Любой из вас может сейчас взять и повторить это шоу на раз. Я сейчас тебя накажу. Виктор Евгеньевичу, по Смаеву, по своим подписчикам. Я, может быть, перегнул палку. Лучше я воткну себя сам. Неожиданное название, да, друзья? И обложечка такая провокационная. Чем заняться в Дубае в тёплую погоду днём, как если не записать такое замечательное видео, друзья? О чём это видео? В этом видео я себя разоблачу. Странно, да? Обычно меня разоблачали вот тут. Много примеров. На протяжении где-то двух лет меня жёстко втыкали. И тут вдруг сам решился. А чего решился-то? А решился просто, потому что мне поступил звонок. Звонят и говорят, Кирилл, жди. В течение недели тебя будут разоблачать. В смысле? Очередной раз? Думаю, ладно. Все имена уже моих разоблачителей давно известны. Думаю, ну, пусть разоблачают. Что там интересно, что нового в этот раз придумают. Разоблачение пришло от кого не ждал. Разоблачение пришло от моего любимого блогера. Любимого моего подавана. Воспитанника, можно сказать, в блогерских делах. До мира. Тебе чем заняться, нечего, Кирилл? Ты чё, с малолетним будешь воевать? Дабы мой личный диалог с ним не был вырван из контекста. Неуважительное отношение в сторону к подросткам, к молодежи России. Произошла ссора. Ну, как ссоры, даже не знаю, не назвать. С моей стороны была высказана ему претензия. Да, справедливо была высказана. Парень, которого я позвал сняться у себя в ролике. На тот момент. Нулёвый. Был момент в моей жизни такой. Порыв, когда я молодежь начал подтягивать. Кто за мной следит и себя увидит. Пригласил его, снялся. Раз, два, три. Запустил человека, дал ему жесткий буст, старт. Помогал. Контакты. Жил у меня. И т.д. И т.п. Не хочу, дабы низко и подло не выглядеть, перечислять все то добро, которое я для него сделал. Те, кто следят, думаю, и так все понимают, что и в каком объеме я сделал для Дамира. Что я от этого получил? Человек немножечко обнаглел. И сначала частично, а потом полностью начал копировать, то есть воровать мой контент. Если это брать в плоскости бизнеса. Андрю, как это в плоскости бизнеса назвать? Прямая конкуренция. Во. То есть начал делать мне, создавать прямую конкуренцию. Помимо того, что мою аудиторию молодую на себя замыкать. Я сначала к этому философски относился, пока это было не нагло. Сейчас буду говорить искренне. Я взрослый парень, мне смысла нет врать. Я в этого человека очень сильно верил. Питал надеждой, что это вырастет крупный блогер. Топ-11 в чем? Фитнес-блогер. Фитнес-блогер. У нас Леха Столярова. Был когда-то в жизни, да. Большой, огромный блогер, который будет локомотивом, который перерастет всех нас вместе взятых. Перерастет меня, Виктора Евгеньевича, Леху Столярова. Будет уровня Бустера, Литвина, который просто человек из спорта выйдет в блогинг и просто за счет этого будет качать целые направления, будет поднимать. Это очень было бы круто. Я именно это в нем видел. Подводчика, хорошего парня, спортсмена, спортсменюгу, комсомольца. Особенно вы в тандеме с Пекой. А такого нет, я не слышал. Они смотрелись просто уморительно. Это как какой-то стендап был спортивный. На них было прикольно и приятно смотреть. Чё, Резайся, нахуй. В общем, пришли к тому, что он просто начал нагло воровать. Помимо того, что я ему контакты подгонял, в залы договаривался, чтобы он снимался. До сих пор ролики, в которых он выпускает «Живя в Москве», залы там, зал «Аэрофит», это мои договоренности. Зал, в который приходил ко мне, открыли я, Андрей Николаевич и Вася, наш Сорокин возглавляет это направление. У нас в армрестлерске есть зал. Снимал свои ролики там, выдергивая Васю из графика, то есть ущерб нет. И, собственно, с этого зала это все и началось. Когда он пришел ко мне в зал, когда он в зале снял с человеком, у которых у меня тоже были планы с ним сняться, полностью мой контент, полностью повторил, ну, меня просто бомбануло. Ладно, хорошо, я сделал идею для роликов, ладно. Канал с***, ладно. Я же не с***, манер речи. Меня до этого накачивали мои друзья, говорят, что посмотри, что он делает, он ворует у тебя контент полностью, он у тебя аудиторию вводит. Я думаю, да кого он уводит? Аудитория она одна, она будет подписана на него, на меня, ну, что там он, ну, чуть повторяет, что он это. На мои вопросы, зачем ты это делаешь до этого еще, в шутливой форме, он, да Буран, да я на че, ну, я это. Я ему прямо его спрашивал, там, в интервью есть даже это, которое я не выпустил, объясню сейчас, почему. Ну, я, да я не могу ничего придумать, ну, это спорт. Я ему говорю, ты же говорил, что ты блогер нового поколения, ты же все сам, сам, сам. Ну, я вот, вот, вот. По итогу, грубо говоря, весь его канал был построен о том, что он бомбанил мой контент и с***тил контент Лехи Столярова. Ну, я не знаю, фотосочетается, поездки в поезде, в электричество 3 дня. Слушай, у него формат был прикольный, кстати, сколько за сутки наберет, диета, диета. А, я такого нигде не слышал, блядь. Такого не было, кем ненужного растения. Все, это весь гений этого человека. Безусловно, у него крутая харизма. Я больше не буду. Крутейшая харизма есть, особенно я повторюсь в тандеме, плюс монструозный, крутой, динамичный монтаж от Миши. Получился такой крутой компот-суп. Просто заряжаюсь жестким компотом. Погрузил немножечко, да. И сейчас я начну себя разоблачать. Что же у нас с ним получилось, что же у нас с ним приключилось. Сразу перейду к 1 августа. Открываю переписку, где я ему, собственно, где вот этот вот скандальчик, наша драма, вот эта вот спортивная произошла. Повторюсь, мне звонят и говорят, что он будет делать разоблачение на тебя, что ему больше уже нечего терять. От него отвернулся Пека, от него отвернулся Шах, Данила Горилла, все блогеры, все стримеры, все его послали, потому что выяснили, какой он человек. Ко мне, допустим, да, как татволу, понимаешь? Об этом отдельно. Выходит видео, опять же, в нашем зале, силовые эликсы, как потерял 75 тысяч долларов. Я делаю скриншот и говорю, ну, просто говорю на тот момент, что вы понимали, это накипело. То есть я вам перечислил весь тот пол добра, а я как бы взрослый парень. Нафиг мне этим заниматься, да? Ну, мне просто прикипело от наглости такой, от беспечности. Потому что все это время у него получалось отшучиваться, да, там вот этой хихиха-ха, это мастер спорта, даже заслуженный мастер спорта по вызыванию к себе жалости, по жополизанию. Не в обиду, это в наше время, это вот такая вот черта. Что же я ему наговорил? Как же меня разоблачать? Представляете, что я Дамир. Я говорю, что вот, да, Кирилл, конечно, для меня много, наверное, сделал. Но вот я перестал снимать контент, потому что мне Кирилл запретил снимать спортивный контент. Кирилл мне угрожал, Кирилл требовал с меня денег и сказал, что если я ему не заплачу денег, то он выпустит про меня разоблачение, выпустит видео, где я плохо там говорю о людях. Это, наверное, будет в его ролике. Если этот ролик выйдет, конечно. Что же я ему говорю такого? Что же это за такие угрозы? Каждому терпению настает конец. Тогда моему он останет. Есть, знаешь, Тарас Бульб, легендарные произведения. Я тебя породил, я тебя убью. Не в прямом смысле слова, но... Отчутишься в Тамаре, у родителей в квартире. Я тебе прогарантирую это, братан. Это просто называется ам... В край. Ты в моем зале, в мой фонаформат, монетизируешь мой буст твой, который я тебе дал. Заноси нам тогда долю. Заноси нам денег. Не знаю, стоит ли в этом ролике показать все голосовые, которые я ему записывал. Давайте я просто расскажу, что я ему говорил. Я говорил, что я отменю тебя одним звонком в Москве. Собака ты серая. Ну, про заноси долю понятно. На эмоциях там. Я, может быть, перегнул палку. Но это был личный диалог, который он планирует выдать в своем разоблачении. Лучше я вам сам расскажу. Если ты хочешь сделать красиво, подгони свое БМВ, перепиши на меня. То есть, если ты считаешь, что ты неправ и искренне раскаиваешься, ну, типа, сделай такой широкий жест. То есть, скрины я себе приложу, ребят. Не хочу. Вот я сейчас, ну, я себе реально сейчас сижу и чувствую тупо и глупо, блядь, мужики. Ну, реально. Мне такой ерундой приходится заниматься. Почему я это делаю? Нельзя игнорировать законы Ютуба. Меня два года, я еще раз напомню, разматывали в этих Ютубах. Простое правило в Ютубе. Кто первый, тот и прав. Никто не будет вдаваться в истину. Никто не будет искать, действительно было так или нет. Я никого не обвиняю, я себя разоблачаю. Ну, пускай человек после моего разоблачения на себя разоблачит меня еще как-то. Я не знаю, может, я что-то где-то это... Просто я понимаю, что в контексте нашего с ним диалога, если вырывать вот эти голосовые, это прям звучит, ну, это просто, ну, это максимально криво. Я прям монстр. Взрослый дядька, серьезный, я сейчас тебя накажу. Поэтому лучше я эти голосовые здесь сейчас включу. Ты, блядь, монетизируешь то, что не ты придумал, понимаешь? Да мне, блядь, хуй, про кого ты про всех так говоришь. Я что, не знаю, что про кого ты как и говоришь? Погружу вас в одну подробность. Моего голосового сообщения, где я говорю, что я тебя отменю в Москве одним звонком. Что я имел в виду? Многие подумают, скажут, типа, серьезный, взрослый дядька, наверное, кому-то позвонит по своим связям. Да, позвоню своим, своим связям, позвоню своим связям на монтаже. Что это значит? Мы где-то в июле с ним сняли подкаст с Татволом. Два часа времени. Где из двух часов, час пятьдесят, это просто где человек занимался блогерским суицидом. То есть рассказывал такие вещи, о которых просто, ну, даже батюшке на исповеди нельзя рассказывать. Ну, просто грязюка. Виктор Евгеньевичу, по Смаеву, по своим подписчикам, просто пул грязи, который бы его похоронил в моменте прям вот там же. Да, ну, какого он, Леха? Он больше не в фитнес-блоге. Я в фитнес-блоге. Когда я был у блога, помнишь? Он ищет что-то придумывать, придумывать, придумывать. В ролике придумывал нормально. По словам не вы, кого-то из не вы, они там все такие. Они сейчас так капитально отсасывают. Я, как человек, не на словах, а на деле действительно переживающийся, переживающий, заботящий о нем, этот подкаст выпускать не стал. Я говорю, все, стоп, ладно, потратили 25 тысяч, коту под хвост, не будем. И то, что я отменю, я вам сказал, я просто выпущу этот подкаст. Ну, чтобы это не было голословным, я вам покажу просто, чем я ему оперирую в диалоге. Я уезжаю в Грузию сниматься с Маркаряном. Снимаю с Маркаряном силовые. Он выкладывает у себя в телеграм-канале. Силовые Маркаряна, хотите? Я не имею патентного права на эти упражнения, я не имею патентного права на это шоу. Любой из вас может сейчас взять и повторить это шоу на раз, назвать его на полтора, на семь, на восемь, не знаю, как угодно назвать. Я имею полное моральное право человеку, которому я помог, человеку, которому я взрастил, предъявить за то, что он неблагодарный, с***, мой формат. Ну, это просто, ну, вы сами понимаете, как это тупо. Показывай ему, что если ты будешь продолжать, я выпущу, потому что все те друзья, с которыми он поссорился, гнусно подвел каждого, скинули мне гигабайты материала на него. Подаюсь копейками, купи себе хлеб, деревню ее, конченную, зажравшуюся, хуй, толстая. Личные переписки с девушками, какие у него там сексуальные похождения, кого он чем заразил. Ты болеешь ветрянкой, и ты сейчас идешь заражать смайло, правильно? Вот про ветрянку реально вырежем, Миша, это мы, я реально болею ветрянкой. Чего он, ***, ***, ***, зажигал? Мне это неинтересно, это его личная жизнь. Не хочу затягивать это видео, ей-богу. В общем, по итогу, к чему мы с ним пришли? Он говорит, я хочу с тобой закрыть вопрос. Я говорю, давай закрывать вопрос, братан. Чтобы вы понимали, это прошло уже где-то два месяца после того, как мы с ним первый раз продискутировали, там полтора-два месяца. Началась как раз тогда курская операция, гибнут люди, мирные люди гибнут. Мы с ребятами скидываемся на Мавик и покупаем Мавик и 3Т, отправляем. Я ему говорю, скидываю картинку, говорю, Мавик 3Т, все, покупай. Количество ему обозначил. Обозначил ему количество, комфортное, примерно равное, там, чуть меньше его месячной зарплате. Вот их покупай. Он начинает мне врать и прибедняться, и говорит, что у него нет денег. А, он мне задает вопрос, типа, сколько они стоят? Я говорю, а сколько стоит человеческая жизнь? Ответьте мне на вопрос, сколько стоит человеческая жизнь? Каждый, наверное, ответит бесценно. Ну, а человек сказал, да-ка-то я не знаю, сколько стоит человеческая жизнь. Собственно, на этом у нас с ним диалог прекращается. Он перестает снимать спорт. Меня это удовлетворяет. Я поэтому не выпускаю ни подкаст, ничего, не газую больше на него. Предлагаю ему потом еще разочек встретиться. Говорю, что ты же мой лучший друг, ты мне много раз об этом говорил. Он со мной не встречается, все. За 7 разошлись, братан, у тебя есть все. У тебя есть инструменты, у тебя есть телеграм-канал, ютуб, снимайся дальше, занимайся чем угодно. Я к тебе не лезу, ты ко мне не лезешь, все. Все счастливы, ты сам творец своей судьбы. Но тут мне звонят и говорят, что у меня будет разоблачать. Ну, вот подписчиков, которые в том числе подписан на него, и которым будет подана неправильная информация, я не собираюсь. Свой ютуб-канал давно строю, я своим именем дорожу. А к человеку, который был ко мне близок, прислушаются все-таки, наверное, больше, чем прислушивались бы к какому-нибудь там очередному разоблачителю. Лучше я воткну себя сам. Дамир, номер телефона мой у тебя есть? Если что, звони, обсудим, встретимся. Всегда можно обо всем договориться. Ну и да, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сейчас будет здесь ссылочка. В нем я кусочки какие-то прикольные его высказывания туда скину. Ну, просто чтобы было. Субтитры сделал DimaTorzok